Ежегодная космическая неделя на РЭД-РЭПМ Ну, домой Или это было как-то по-другому? Уже к первому полету Это была 12-я экспедиция на станцию И, естественно, никаких мобильников у нас не было Спутников у нас в те времена тоже не было Был единственный, который нужно было заказывать за, я не знаю, за месяц Но нам помогли кто? Кто? Радиолюбители У них появились такие средства, которые работали в УКВ И одну из этих радиостанций к нам прислали Ничего себе И вот эти радиолюбители однажды устроили мне связь Там мы так летали, что вообще не пролетали через территорию России И несколько дней вообще не было связи В Штатах эти радиолюбители выходили на связь со мной Это запрещено Но они вот этот запрет преодолели И позвонили жене, и мы вот с семьей могли так переговаривать Однажды был такой случай То же самое, что опробовали на мне Решили предложить другому космонавту Не предупреждая жену Забыли И вот, значит, звонок в два ночи По московскому времени В обычный телефон Жена космонавта берет трубочку Оттуда Алло, Света Конрадий, хватит Привет Это я, Паша Она бросила трубку со словами Пить меньше надо Это правда, что космонавт, когда долго находится в невесомости Вырастает на какое-то время? Реальный случай Жан-Пьер Монаре в третьем полете И раньше у него были короткие полеты Наступает уже время приземления Мы получаем где-то недели за две вот так вот До момента, собственно говоря, завершения экспедиции Спуска телеграммочку Земли Вот, ребята, надо пройти тренировочку То бишь, одеть скафандрики И залезть в ваш спускаемый аппарат И взять документацию И припомнить вообще Как это происходит Как это делается Да Как это делается, да Жан-Пьер одевает этот скафандр Влетает в этот спускаемый аппарат И пытается занять свое место Смотрю, у Жан-Пьера глаза круглые от страха Серега, я не вмещаюсь в свой ложемент Он вырос Или вырос Он вырос И ему показалось, что он не влезет в этот ложемент А ложемент выливается под каждую косточку позвоночника еще на земле И если эта ямочка от этого позвоночника на спуске будет давить не туда, куда надо Ну да Ваш позвоночник может поломаться Ой, мам Жан-Пьер это прекрасно понимал И от этого он испугался Но я попросил его А у меня третий полет уже был Я говорю, Жан-Пьер, слушай, не суетись Мы тут это Посидим немножко Потыкаем наши пультики Вот Порулим ручкой Почитаем документацию Вот Посмотрим Не спеши С выводами И действительно Проходит часик тренировки Жан-Пьер так Раз, 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 раз Это все равно как горох Когда трясешь Он все-таки занимается Садится Но ощущение того, что ты вырос Оно есть Скажите, вы праздник День космонавтики После полета в космос Стали ощущать как-то по-другому? Вот в какой момент Это стал ваш такой грандиозный праздник? Ну, наверное, естественно Тогда, когда понюхал пороху В космос В открытый А вы знаете Вот тоже Тогда, когда космонавты Собираются Ну, так На своей вечеринке На Земле вы имеете На Земле, да И каждый Ну, делится там чем-то Я, говорит Перчатку Свою Которую выход В космосе Совершал Привез В виде сувенира А я, говорит Костюмчик Это самое Припас Ну, того Они показывают это все И вот даже тот человек Который не сидит И не смотрит За столом На то, что он принес Отвернувшись куда-то Он по запаху Угадывает Что именно, да Это вещи Из космоса Именно с оснастой Они что, пахнут по-другому? Это факт? Да Ежегодная Космическая Неделя На Рэп-Рэп-М